Привет, друзья! Я Григорий Герман и это Скальпель. Серьезный Скальпель. Программа, в которой нет ни одной цитаты полоумных пропагандонов или гостей пропагандонских студий, но есть мнение действительно умных людей с самыми разными паспортами и самыми разными мнениями. Главное, что ко всем этим мнениям, мне кажется, стоит прислушаться и, по крайней мере, задуматься, что происходит, что будет происходить, что делать, ну и, конечно же, кто виноват. Хотя, мне кажется, что в современной России ответ на эти два извечных вопроса русской интеллигенции, что делать и кто виноват, имеют совершенно четкий ответ. Кто же построил идеальную систему для распила природных богатств в момент самого обильного денежного дождя в истории России? Кто начал безумную и кровавую войну в Европе за последние 70 лет? Кто подвел экономику России под самые обильные санкции в истории человечества, если я не ошибаюсь, которые, конечно, ни на что не влияют, но дешевые яйца уже пропадают. Да, это еще не дефицит советских времен, но, ребята, мне кажется, что все к этому идет. Было много в СССР. Были огромные средства на счетах предприятий. Были огромные сбережения населения в банках. А денег не было. Экономика была разбалансирована. Магазины были пустые. В производственной сфере был дефицит. И, в общем, прибыли не было. И в итоге, конечно, экономика оказалась совершенно финансово истощенной. Денег ни на что не было. Ну, как бы даже нельзя было покупать лояльность элит национальных республиках, покупая это деньгами. Денег просто не было. То есть вот это командование большевиками кончилось тем, что денег просто не стало. А когда не стало денег, то, ну, в общем, какой был интерес оставаться внутри Советского Союза. И сразу все вспомнили очень хорошо, что они совсем не граждане России, не хотят быть гражданами, разрешились. Пока есть много денег, удается лояльность покупать. Это циничный взгляд. Я все понимаю. Но это получается. Потому что всегда можно людей подкупить и элиту подкупить. Непродажных элит найти не так легко в мире. Но вот когда денег нет, то все кончается. Похоже. Похоже на Россию. Россия похожа на Советский Союз. Но, по-моему, есть серьезное отличие. Смотрите. Советский Союз был экономикой закрытого типа. По крайней мере, до определенного момента. Советский Союз был изначально силами усатого выстроен так, чтобы обеспечивать себя всем необходимым. Хотя бы на минимальном, таком, нищенском уровне. Да, во время войны никакие сталинские пятилетки, никакая индустриализация не спасли от необходимости получать критически важные ресурсы, да и готовые товары, типа студебекеров, для ведения войны от ненавистных американцев. Но, в общем и целом, минимум импорта, максимум собственного производства во всех областях. А особенно в военной. Западные технологии воровались. Творчески перерабатывались чаще всего в худшую сторону. Но потом производились на своих мощностях. И так система была выстроена с самого начала. Покупались, воровались технологии. Иногда целые заводы, которые выпускали продукцию внутри самого СССР. Ситуация, когда на советские танки ставились французские прицелы, еще раз, не украденные, а прям вот французского производства, закупаемые регулярно и в промышленных масштабах, просто инсталлированные, поставленные в танки, в Советском Союзе эта идея была бы немыслима. Ну или станки с ЧПУ, да, или микросхемы, элементная база, или инкубационные яйца, подшипники. А в путинской России это все норма. Всюду все производства висели и продолжают висеть на импортных, там, реактивах, комплектующих. Советский Союз свою эту изолированную систему строил десятки лет. А не пару лет от перепуга в условиях, когда надо все и прямо сейчас. И вот тут возникает вопрос, а можно ли за пару лет построить целые отрасли? Можно какое-то время обходить санкции, но втридорого. И в постоянном бегстве от проверяющих, да, бегстве от вторичных санкций, финансовых, банковских ограничений. Можно постоянно искать лазейки, но это дорого, знаете ли, и ненадежно. Потому, как сказал Иван Ус, была надежда в России на Объединенные Арабские Эмираты. Но Объединенные Арабские Эмираты тоже мы видим сигналы о том, что где-то там второй по размеру банк Эмирата Дубаи уже повестил россиян, что не будет им возвращать деньги с инвестиционных счетов. Другие финансовые учреждения Эмиратов говорят, ну, мы будем проверять сделки с Россией дополнительно. А любая дополнительная проверка – это время. А деньги – это время, как гласит известная поговорка. То есть, получается, что вот это может оно и казаться медленным, но оно очень эффективное финансовое решение, когда вот, знаете, простой пример. Россия говорит, что дайте нам возможность продавать сельхозпродукцию. Но проблема в том, что никто не запрещал России продавать сельхозпродукцию. Тут же проблема не с самой продукцией. Проблема в том, что, чтобы за нее рассчитаться, надо иметь определенные корсчета в определенных банках. А вот здесь есть проблема. То есть, Россия может спокойно продавать сельхозпродукцию, но не факт, что она будет получать за это деньги из-за сложности финансовой системы. То есть, ирония в чем, что вам не запрещают продавать сельхозтовары. Вы просто не сможете деньги за это получить, но опять-таки. Это уже, как говорится, немножко о другом. Да, работают медленно, но работают неумолимо. Как в анекдоте про старого быка, который, помните, собирался медленно спуститься с горы и покрыть все стадо, Запад постепенно покрывает всю российскую экономику. Судите сами. 2022 год. С российским бюджетом все хорошо и даже лучше. Нефть-матушка и газ-батюшка просто золотые. 2023 уже сложнее. Но с талантами Набиулина и Силуанова гореть им в аду смогли нивелировать. Импортеры включали смекалочки и умение строить схемки. Да и Китай на самом деле с Индией не упустили возможности заработать денег, сыпанув какого-то дешевого товара на опустевший рынок, который стал платить за ширпотреб цену нормального товара. Китайские машины, вспомните, сколько они стоят сейчас. Но вот это вот про машины, это на самом деле лирика каждого отдельного россиянина. Более или менее тоскливая, но основная-то трагедия скрыта до поры до времени от глаз тех самых простых россиян. Они эту трагедию не увидят. Они ее сразу почувствуют самыми нежными частями тела. И имя этой трагедии «Бюджет-2024». Игорь Липсиц. Подробнее. Мы когда увидели проект бюджета, теперь это уже действующий бюджет на 2024 год, мы все, конечно, пришли в ужасы, российские экономисты. Ну, потому что без ужаса на это смотреть сложно. Там заложен рост доходов государства в 2024 году на 22% к 23%. Возникает вопрос, откуда столько денег? Это же налоговые доходы государства. Откуда такие доходы? Это должна быть либо безумная цена нефти, я не знаю, какая-то сумасшедшая, за 90 ближе к 100, либо очень такой обесценившийся рубль. Иначе как это смести? Если экономика вырастет на 1,5%, вот сейчас последние оценки, что российская экономика останавливается, рост прекращается, и максимальный рост, даже с учетом инерции, там будет где-то процента 1,5% в 2024 году, то как у вас доходы с экономикой, которая растет на 1,5%, вырастут на 22%? Только через что? Только через девальвацию. Девальвацию или ограбление с помощью налогов. Других путей просто нет. Я просто напомню, что Игорь Липсец – профессор высшей школы экономики. Не Гурулев, не Соловьев и не Путин, который в экономике разбирается еще хуже, чем Гурулев. Ну, правда. В изложении пропагандистов российских чиновников в публичной коммуникации «все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, не надо, да, да». Ни одного печального сюрприза, короче. А они словно клофелинщица, эти пропагандоны и чиновники, продолжают строить российскому народу глазки, демонстрировать филейные части, затянутые в кружева, и подсыпать клофелин, погружая в сон. И как и в случае с клофелинщицами, рано или поздно жертва проснется и обнаружит себя, в лучшем случае, голой, босой, без кошелька, телефона и ключей от машин. То есть с обесцененным рублем, замороженными личными вкладами в банках и с заоблачными ценами в магазинах. Ну и, конечно, с дефицитом доступных товаров. То есть сначала доступных, а потом, в принципе, любых товаров. И вот тут я вижу вилку. Вилку возможных реакций простых россиян. Или они привычно снова нырнут в советскую реальность, только без идеологии и с дворцами, и мерседесами у элиты, чего, замечу, не было в СССР. То есть они будут каждый день видеть несправедливость. Плюс психически и физически неполноценные ветераны СВО. Или они сразу перейдут в конец 80-х, начало 90-х годов прошлого столетия. А, кстати, любое ограничение по цене, к которому сейчас Россия во все будет, скажем так, склоняться, особенно в преддверии выбора президента, поскольку нужна правильная картинка, она и будет приводить к тому, что товары будут исчезать. Собственно, Советский Союз так пропал. С мировой карты. Потому что там сфиксировались цены, производители не хотели продавать товары по этим ценам, поэтому товаров не было на прилавках. Были пустые прилавки в СССР. То же самое может быть в России, причем может быть не когда-то, а в текущем 2024 году. Я уже молчу о том, что там будет вопрос с сбережением граждан, что окончательно можно поставить крест на финансовой системе России, если, как сказал министр Силуанов финансов, что у нас есть ресурс 40 триллионов рублей, это деньги наших граждан на счетах. То есть мы возьмем и заберем все деньги. То есть по сути людям прямо говорится, что ребята, все ваши сбережения забирают государство себе и сжигают огни войны. Вопрос в том, что россияне на это пока не реагируют, но, знаете, ничто не вечно под луной, поэтому вопрос в том, что это что-то долго они собираются с реакцией, но все-таки я жду, и жду, что она все-таки внесет свой вклад в то, что Россия вот эту самую войну не то что пять лет, а и трех лет не продержится в ней. При этом не забывайте, что в стране идет война. А еще присутствует довольно большая прослойка тех, кто умеет зарабатывать деньги, тех, кто не хочет, снова как в СССР, идти работать в институт старшим научным сотрудником за сколько-то там рублей, тех, кто привык и встроился в прежнюю, пусть и неэффективную систему путинской довоенной России, когда ты типа платил мзду, но знал кому и когда платить, че и с кем надо пить, под кем стоять, для того, чтобы тебя не трогали. Но даже эта система уже трещит, потому что война, потому что путинскому режиму не до либеральничания, не до договоров, все для фронта. Знакомый лозунг? Ну так вот, он работает, или если ты можешь заставить всех отдавать все для фронта, как в СССР, времен Великой Отечественной, или можешь купить все необходимое для фронта, как в США, времен Второй мировой. И вот те самые люди, умеющие зарабатывать, они той самой чувствительной точкой понимают, что нефтегазовый поток, наполняющий бюджет РФ, из которого Путин может купить все для фронта, он становится все слабее и слабее. И если он иссякнет, раньше, чем закончится война, бизнесменов начнут заставлять отдавать все для фронта, все для победы. В войне, которую Россия начала, и которую она ведет на чужой территории, бизнесмены, в отличие от люмпен-прилетариев, люди чаще всего опытные и циничные, и они прекрасно знают. Об этой войне у них есть иммунитет от пропаганды. Хочешь узнать, насколько они верят в победу? Посмотри, куда идут капиталы. Россия, они хитрые ребята, они выводят валюты из страны. Вроде дороги перекрыты, перекрыты все пути, ни проехать, ни пройти. Но россияне хитрые ребята, из страны выводят десятки миллиардов. И в прошлом году мы еще не знаем окончательную цифру экспорта капитала, но речь шла уже о более чем 20 миллиардах. Что будет по факту, мы еще не знаем, посмотрим, все-таки только еще январь у нас с вами. Но россияне выводят соседние страны всеми возможными путями, освоили все возможные технологии и лихорадочно деньги из страны выкачивают понимая, что оставлять деньги в России невыгодно. Поэтому доллары покупают, евро покупают, тот июань покупает и выводит из страны, куда попало. Россияне очень любят рассказывать, какие они патриоты своей страны, но когда смотришь, как они управляют деньгами, то признаков патриотизма не наблюдается. Потому что вместо того, чтобы оставлять деньги и работать в России, люди все, что зарабатывают, по мере возможностей из России выводят. Ну и на самом деле, глупо ожидать от людей, простых граждан, какого-то самоубийственного финансового патриотизма, когда верхушка и бизнесовое, и чиновничье, как выводило заработанное, ну, читай, украденное бабло из России, так и выводит, скупая недвижимость всюду, где есть уверенность, что ее не конфискуют, открывая счета всюду, где есть уверенность, что их не заморозят. Дубай, Катар, Сауды, Китай, Тай. Не факт, что не конфискуют, не факт, что не заморозят, может, и отберут все нажитое непосильным трудом, да? Миллиард долларов и вилла. Две виллы. Но там, вот в тех юрисдикциях, теоретически можно побороться. Там юристы, там можно кого-то коррумпировать, в общем, там есть шанс. А в России, судя по количеству вводимых денег, шанса они не видят. Несмотря на все разговоры о непобедимости Раисюшки, о том, что от санкций только лучше, и о том, что война на истощение делает Россию только сильнее, на самом же деле, вовсе нет. О том, что вот Россия собирается выиграть войну на истощение, это любят повторять российская власть. Но если вы послушаете заявления российских ястребов, ну сейчас их, к сожалению или к счастью, сложно слушать, потому что их представитель Стрелков сейчас получил 4 года тюрьмы. Но вот он, кто как раз очень много уделял этому внимания, и он писал, что ни в коем случае нельзя ставить на войну на истощение, поскольку у России как раз ресурсов нет для этой войны на истощение. И игра на истощение, которую Россия сейчас хочет делать, это калька того, что делал Советский Союз. И все помним, к чему это привело к краху Советского Союза. Соответственно, переносим политику нынешнюю России на то, что было с Советским Союзом, делаем знак равенства Россия-Россия равно Советский Союз, и понимаем, что игра на истощение для России закончится тем, что как Советский Союз распался, так вполне возможно распадется и Россия. Благодаря желающих, скажем так, не то чтобы территориально что-то захватить в России, но как минимум отдельный субъект Российской Федерации, которые могут, скажем так, переориентироваться резко на другие страны, мне кажется, они есть. И, собственно, даже вот этот марш справедливости, который делал Пригозов, он, помимо прочего, продемонстрировал, что в России есть запрос на силовое изменение ситуации. Там люди боятся этого, но мечтают об этом. И когда появляется кто-то подобный Пригозов, к нему с удовольствием присоединяется, поскольку в нем видят человека, который может что-то подобное сделать. И, соответственно, это будет резко для России, что отдельные субъекты ее федерации очень быстро смогут переориентироваться, кто на Китай, кто на Турцию. То есть, как бы, варианты есть. И здесь, в этом плане, рассчитывать на то, что в долгу удастся выиграть у Запада, а учитывая еще размеры экономик, которые есть в Западе и в России, я думаю, что России не удастся выиграть их в долгу. Чем дольше Россия будет вести войну, тем больше российские чиновники и российские бизнесмены будут воровать, как в последний раз. И выводить деньги туда, где они смогут ими воспользоваться. Чем дольше Россия будет вести войну на истощение, тем более будут проявляться все несовершенства путинской системы, ее врожденные уродства. Чем больше Россия будет вести войну на истощение, тем глубже будут трещины между безумным центром и регионами, которые будут нести на себе все тяготы и не будут получать от этого никакой выгоды. Ничего, кроме трупов, инфляции, нищеты и убитой инфраструктуры. Убитой иногда войной, как в случае с НПЗ, которые горят от украинских дронов, а иногда и самим московским режимом, который все эти годы вкладывал деньги в потемкинские деревни, ну типа Олимпийского Сочи. Или в армию, напрочь игнорируя такие скучные вещи, как коммунальная сеть. Кстати, то, что происходило в ВПК и в армии РФ в самые тучные годы бесконечного бабла от дорогих углеводородов, это же прекрасный пример всей неэффективности путинского государства. Ведь когда грянул гром, даже перекрестившись, российский мужик обнаружил, что аналогов нетов, которые стоили бюджету миллиарды и не рублей. Нет. Что эффективной армии на обучение и вооружение, которые тратились десятки миллиардов и тоже не рублей. Нет. Что пришлось кидать в поле под Купянском. Кстати, попробуйте найти этот городок на карте без помощи гугла, обращающегося к защитникам русской земли. Плохо одетых и мобилизованных наспех кузьмичей и их телами останавливать украинских штурмовиков во время контрнаступления. Выяснилось, что ничего из нарисованного российской пропагандой, вот в том объеме, в котором ожидалось, нет. И ожидать, что а вот теперь-то под санкциями появится, ну, мне кажется, как минимум глупо. Военка, кстати, которая не успевает, Шойгу констатировал, министр обороны констатировал в России, что не успеваем по срокам. А как они себе объявляли? Это, кстати, к тем, кто говорил, вот сейчас денег там Путин валит в оборонку, вот оружие пойдет. Для того, чтобы деньги конвертировались в оружие, необходимы средства производства. Необходимо чем? Я уже наслышан был, что тысяча, полтора тысячи в Казани шахедов будут производить. Что все. А посмотреть расчеты, тенденции такие, что упало использование ППЛА, шахед. При этом, вот как выше сказал, по-моему, Липсиц, Россия оказалась в позиции Советского Союза, не имея того запаса прочности и уровня автономности. И не имея хотя бы той промышленности и хотя бы того научного и исследовательского потенциала, советского, корявого, отстающего, но тем не менее. В отличие от Запада, который, понятное дело, тоже расслабился, особенно по теме ВПК, но существует в совершенно иных, способствующих быстрому развитию условиях. Да, вот то самое, чего нет в России. Защита инвестиций, справедливый суд, поддержка предпринимательской инициативы, деньги, в конце концов, бюджеты, причем не нарисованные, а реальные, которые не краятся в автоматическом режиме сразу после подписания, минимум на 30%, да, как это происходит в России. И Запад будет помогать Украине со всей своей мощью. И не потому, что мы красиво поем. И не только потому, что мы яростно сражаемся. А еще и потому, что Россия их пугает. Это только в России думают, что если ты страшный, агрессивный, непредсказуемый, это типа хорошо. Нет, ребята, во всем мире это плохо. Это очень плохо. Разного рода исследования в том же Европейском Союзе, ведущем в экономике Германии, о том, что война России и Европы — это не теория, это то, что будет через 6-10 лет после случая поражения Украины, вот подобные исследования, они создают вот эту самую пресловутую мотивацию помогать Украине. То есть вот эти все сильные страны, они понимают, что сейчас, если остановят Россию в Украине, то им самим не придется воевать, чего они не хотят. И вот наличие вот этих самых союзников, оно и дает почву для оптимизма, что Украина выстоит в этой длительной войне, по той простой причине, что да, у нас ресурсов-то мало, но наши ресурсы плюс ресурсы союзников, это именно то, что позволит в итоге выиграть войну на истощение. В то время как у России, если реально смотреть союзники, ну, Беларусь, которая зависит от России, Иран, которого тоже свои проблемы, Северная Корея, там свои моменты, а Китай, Китай, я не готов заносить союзники России, у Китая, во-первых, свои экономические тоже есть проблемы, там вот это Эвергранды и прочие строительные кризисы, которые давно тянутся, но не решаются, и другие моменты, которые будут заставлять его концентрироваться на внутренних вопросах, И это, конечно, может в итоге повлечь решение о том, что Россия не сильно-то и помогать будет. Да, Западу, ну, точнее, Европе реально страшно. И они будут на максимуме своих возможностей удерживать агрессивное и опасное, угрожающее всем создание как можно дальше от своих границ, помогая Украине перемалывать тех, кто грозится Берлину, Варшаве, по-моему, даже Париже и почему-то Лондону повторить, как деды. И в этой помощи нет никакого альтруизма, есть четкий расчет, расчет с пониманием нашей специфики. И на каждую информационно-психологическую операцию, которую Россия пытается провести среди наших союзников, ну, типа, всю помощь разворовывают, украинская коррупция, следует четкий ответ после четких проверок от всех желающих. Пентагон, Конгресс, Сенат, Офис Генпрокурора. Пожалуйста. Это одна из плановых проверок, которая проходит у нас, начиная с ноября 22-го года. Изначально это вообще была идея спикера Палаты представителей на тот момент Кевина Маккарти. И эти проверки, это как раз один из тех элементов открытого, правильного сотрудничества, которое нам с американцами нужно установить и поддерживать. Потому что, хотя результаты этих проверок не публикуются в полном объеме, публикуются только выдержки основные, но даже по этим выдержкам мы видим, что Украина с максимальной эффективностью использует американское оружие. То есть, по многим параметрам, даже превосходя результаты тестирования этого оружия, которое проводили сами американцы. Украина, в общем и целом, достаточно эффективно использует финансовую поддержку Америки. То есть, мы доказали, что эти деньги не идут куда-то на сторону. Эти деньги и это оружие используются планомерно, целенаправлено на абсолютно точечные и правильные цели. Что все вкиды российской пропаганды про то, что Украина перепродает оружие Хамасу или сдает куда-то на сторону, это действительно просто ипсо. Поэтому такая проверка, это всегда очень и очень хороший показатель. Хотя, ну знаете, для нас уже привычно, что проверка, это значит какие-то проблемы, какие-то подозрения. В случае с американцами, это часть ведения бизнеса. То есть, чтобы бизнес-партнеры друг другу доверяли, мы должны играть в открытую. И, кстати, тут нужно напомнить, что как раз проверок и подотчетности, это то, что от нас требуют наши республиканские, точнее, трампистские оппоненты. Они постоянно говорят, дайте нам проверку. Нет, ну вот, пожалуйста. Они у нас каждые полтора-два месяца. И мы каждые полтора-два месяца эту проверку проходим. Поэтому даже наши оппоненты в Соединенных Штатах теперь не смогут ничего сказать. По сути, им придется заткнуться и принять тот факт, что Украина работает четко, Украина работает правильно и Украина является надежным партнером. Кстати, там недавно в студии у Шептына гыкали, да, мол, типа, нашли какую-то недостачу, там, на миллиард. Вы видели, чтобы эта новость получила продолжение? Ну, чтобы республиканцы, яростно оппонирующие нынешние администрации, проводили по этому поводу слушание? Чтобы Трамп поднял эту тему на знамя мага? Нет? Нет? А почему же он не использовал такой роскошный повод? Как вы думаете? Может быть, потому что ничего такого не нашли? А может быть, потому что разобрались и поняли, что все в порядке? Это ведь не Раиссе, где можно скроить пару миллиардов на оборонке, отсыпать кому надо, и все, шито-крыто. В Соединенных Штатах тема, типа, смотри, сколько танков погружено. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, да. Двадцать, да? Вот эта тема, она не работает. Потому и помощь от Европы продолжается, и от США будет продолжаться, когда они там между собой разберутся, кто кому лучше борется с эмигрантами. И если будет помощь от союзников, и на фронте все будет не так однозначно. Теперь поменялась здесь позиция, все поняли, что Украина выстроила, но все равно, из-за вот этой присылатой аккуратности, Украину готовят к оборонительной войне. По крайней мере, на этот год. Но, правда, не говорят, что это будет длительная оборонительная война. Но это, как мне кажется, опять-таки, не сильно что-то означает в том плане, что пока кажется, что лучше сосредоточиться на обороне. А что там будет весной? А что будет, когда наконец-то F-16 появится? Как поменяется баланс сил? Ну вот это и будем ждать. Поэтому я понимаю, что фраза, что лето будет горячим, она уже как-то набивает оскомину. Но что-то мне кажется, что к лету вполне возможно наши союзники могут и отойти от Совета концентрации на обороне, а перейти к Совету на более атакующие действия. А там уже и осень, а осенью как раз президентские выборы в США и под президентские выборы в США. Но Байдену нужна будет красивая победа и вполне возможно, что он рассчитывает, что эту победу ему Украины принесет. Конечно, это всего лишь версия, да, всего лишь гипотеза. Я думаю, что все уже убедились в том, что война это слишком туманное дело, чтобы заранее говорить о том, что будет происходить на Театре военных действий там через два или через три месяца. А любые, даже самые продуманные планы могут превратиться в пыль. Теперь это знают не только расисты, но и мы, и наши союзники. Но есть все-таки определенные позиции, которые остаются неизменными, особенно если ты воюешь с автократичным режимом. Неэффективность системы управления и наплевательство на жизни рабов военной формы. Потери, которые несет армия РФ. И многие говорят, и это отчасти правда, что главная причина того, что российская армия воюет мясом и всегда воевала, является определенный фатализм, присущий российскому менталитету. Вот русский фатализм, который как болезнь распространяется на все народы, населяющие Россию. По той или иной причине распространяется. Да, есть такая причина, но есть еще одна. И она чисто управленческая. Но какой-то ответственности я, по крайней мере, не слышал ни об одном судебном процессе в России или обвинении против командного состава за то, что они потеряли людей. За то, что они не выполнили какие-то задачи, не достигли результатов, как там Ларпины и другие. И да, за это да. Но об этом я не слышал ни разу. Самая большая ответственность за невыполнение заданий боевого. За то, что ты не показываешь результат. Вот самая большая ответственность. Они больше всего этого боятся. А как выполнить задачи? Вот идет постановка задачи. Необходимо взять какую-то высоту или закрепиться где-то. У тебя остается три БМП, два БТРа. Может быть какая-то гвоздика где-нибудь есть артиллерия или еще что-то. Но тебе на роту есть такая задача и так далее. И ты думаешь, ну так, ну что, отправляем штурм. Раз, один взвод, второй взвод, третий взвод. Худо-бедно какой-то там поддержки. Кто-то дрон какой-то запустил и так далее. Выполняешь задачи, но при огромных потерях. Герой. Не выполняешь, понес потери. Ну, очень плохо. Негативно. Ну, готов продолжать, да. Ну, пришлем еще людей. Ну, приблизительно вот так это работает. И это баг. Это не фича, а именно баг. Который в дуэте с первым багом, да, про фатализм. И приводит к тому, что как и 100 лет назад, как и 80 лет назад, Россия воюет с солдатами, которые с легкостью превращаются в мясо. С легкостью, потому что безнаказанно. И да, как бы это ни звучало бессердечно, это работает. В тоталитарном идеологизированном обществе. Типа СССР сталинских времен. Как 80 лет назад. Это работает, когда армия ведет успешную войну. Успешно освобождает свои земли. Успешно добивает врага в его логове. Да, знакомо, правда? Но, вот когда армия войну проигрывает. Когда она бесконечно долго гниет в окопах, в чужих землях. По сути, на ненужной солдатам войне. Это может привести к совершенно иным результатам. Как более чем 100 лет назад. Все вот это недовольство накапливается. Они же тоже, скажем так, видят, что происходит. И какие потери они несут. Поэтому это недовольство будет только накапливаться. И в любом случае, как мне кажется, это приведет к определенным результатам. Они хотели... Россия всегда мечтала о том, чтобы такое произошло у нас. Вот у них внутренние процессы какие-то у нас. Чтобы кто-то был недоволен. Но они никак не могут понять одного. Что у нас мотивация есть. У нас люди понимают, за что они находятся. А там начинают задавать вопросы. А зачем мы потеряли столько людей за село Крахмальное? Да. А зачем? А ради чего это? Зачем мне это село Крахмальное? Или почему мы полтора года бились, стояли в районе Марьинки, уничтожили, стерлили с лица земли? Я позвоню домой, скажу кому-то, это будет тыкать-мыкать на карте, не знает где это. Ну они же не знают где. Они на карте этого не покажут. Это же факт. Поэтому вот еще одна вилка, которая сейчас стоит перед путинским режимом. Сейчас эта программа имеет название «Две вилки Путина». Продолжать войну такого характера, как сейчас, безумный и кровавый тебя не толкай. Ценой в два рашиста за метр захваченной чужой украинской земли. А потери российской армии сейчас именно таковы. Две жизни, два трупа на метр украинской земли. Вот это путь к солдатским комитетам, вешающим офицеров, которые отправляют их на верную смерть. Это штыки в землю. Это... Но остановить войну по сигналу из Кремля тоже невозможно. Во-первых, потому что в силу неэффективности путинской вертикали власти, точно так же, как и тогда, более ста лет назад, царская власть же тоже была там так же неэффективна, Кремль, возможно, и не догадывается, в каком состоянии армия, экономика и страна. Путин же слушает сказки оленеводов. Он же закладывает атомные ледоколы и подсчитывает санитарные потери под крынками. У него Т-90 лучший непобедимый танк. А во-вторых, даже когда до Кремля дойдет, остановить военную машину будет критически сложно. Для Российской Федерации остановка войны намного болезненнее, чем для Украины. Вот у нас в обществе сейчас такое мнение, что если мы сейчас остановимся, мы проиграли. Я много раз эту историю передумывал, а как Россия это воспримет, как это будет у них. Так, пропагандистская машина, она два года настроена на войну. Вот давайте вытащим. О чем они будут говорить? Нет тем или разговоров. Тут только война, Украина, киевский режим. Военкоры, они теряют моментально смысл. Во-первых, своего финансирования. Они будут давать деньги за что, если войны нет. Раньше они молчали на какие-то темы, то сейчас они начнут открывать варежку, как это уже было. Нам не платят, поэтому табу убирается, будем говорить. И огромное количество людей, которые получали старовые деньги. Сколько там? 2000 долларов зарплата. То есть сколько? 600 тысяч человек, да, Путин говорит? Окей, пусть половина уже не будет нужна. 300 тысяч остается в армии, 300 отправляют назад. Им никто эти деньги платить не будет. И тогда начнется разборота и шатание во всей Российской Федерации. И в Кремле прекрасно отдают этому отчет. Поэтому там либо война дальше с Украиной, либо если война заканчивается, то срочно эту массу нужно куда-то направить, иначе она сама найдет себе, чем заниматься. И Кремль может очень сильно пошатнуться. Это мы должны всегда держать в уме. То есть для них остановка войны намного опаснее, чем для нас даже. Ну вот правда. Представьте себе, что Путин демобилизовывает 400 тысяч человек, сидевших под кассетными прилетами, терявших десятки сослуживцев в бессмысленных мясных атаках. Вскроются цифры гигантских потерь, которые сейчас скрываются под грифом «пропал без вести». Все они резко потеряют доходы, к которым привыкли их семьи. Че дальше? Нищета? Беспросветность? Алкоголизм и наркомания? Я в прошлой программе говорил, времена, когда ветераны Афганистана рвали своей правдой и своими навыками убийц стабильность советского общества покажутся райскими по сравнению с той нестабильностью, которую принесет в российские города дембель ветеранов СВО. Поэтому нет, ребята, на фронте, путь до мойки, мобилизанты. Сразу после любого окончания этой войны, если Путин останется у власти, он начнет следующую войну, еще более самоубийственную. А им вот захватить Сталин, например, и Латвию сидеть и смотреть, а что будет дальше? Или даже вот реально, да, абсолютно гениальная штука, да, это Нарва. Вот Нарва, приграничный город, русскоязычное население, Нарвская народная республика, а что вы нам сделаете? Да, да, да. А потом угроза, вот эта же концепция, это же тоже не новая концепция, они в нулевые это разрабатывали, что только вы начинаете нам угрожать, мы угрожаем ядерной войне. Они же открыто уже говорят, давайте переносить удары, например, на Польшу, да, ударят по Познани, например, где-то или по другому городу. А дальше они хотят же подвести Запад вот к тому, к ситуации, к 38-му году. А какая 38-й год, какая была ситуация? Например, Франция и Британия давали гарантии неприкосновенности Польше, да? Да. А как, ну, вот шатали Францию изнутри, там же вышла знаменитая статья, готовы ли мы умирать за Данцией, готовы ли мы умирать за Эстонию, например, готовы ли мы умирать за Латвию. А когда ответа не будет, это все, это все рушится, все вот это пятая статья устава НАТО, рушится вся концепция безопасности, и это то, что нужно России-Китаю, показать, что США, ну, не способны уже ни на что, либо они уже надорвались, например. Да, совершенно верно. Он начнет гибридную войну с НАТО, ну, сначала гибридную, а потом и полномасштабную. И эта война действительно будет еще более самоубийственной для России. И для Путина тоже. Но когда ты вступаешь на путь саморазрушения, сложно остановиться. И мозг лихорадочно ищет не пути назад, пути назад нет. Безумный мозг человека, живущего в хрустальном замке на самой вершине власти, ищет пути идти дальше, вперед, на другие пути, которые позволят избежать неизбежного. Вот у Путина один из этих путей, наверное, самый надежный, это Трамп. Но, казалось бы, беспроигрышный вариант, на который кремлевский пляшивец ставит практически все сейчас. Но вот такое упрощенное, эгоистически узкое понимание национальных интересов, оно свойственно таким политикам, как Трамп, и в этом проблема. Его, кстати, может занести в противоположную сторону. Когда он столкнется с провалом вот этих простых решений, или с усилением проблемы, он может кинуться в другую крайность. Вот простой пример приведу. Вот в России же очень надеются на Трамп, что он придет к власти, там, Украину заставят пойти на мир на российских условиях и так далее. Трамп очень хотел, еще когда был первый раз президентом, найти взаимопонимание с Путиным. Несколько раз с ним встречался, многочасовые переговоры, не скрывал свои симпатии к Путину. В итоге при Трампе отношения между США и Россией только ухудшились. Причем, ну, они стали худшими, ну, наверное, за весь период существования уже независимой России, после распада Советского Союза. А все почему? Потому что Путин не пошел ни на йоту на уступки Трампу. А Трампу же надо показывать величие Америки. Да, да. А как ты его показываешь, если ты будешь делать уступки? Понимаете, весь песец ситуации для России. Пушной зверек. Извините, я другого слова найти не могу. Путин ставит все, всю Россию, каждого гражданина на зеро. Но Путин в стипльчезе, то есть в скачке по пересеченной местности, ставит даже не на необъезженного мустанга, он ставит на быка. Непредсказуемого быка, который может, конечно, обогнать всех, ну, или пронзить всех соперников рогами. А может и остановиться пощипать травку. А может и затоптать жакея, или вообще разнести трибуну, раздавив того, кто сделает ставки. Поэтому мне кажется, что ошибаются те, кто называет Трампа пророссийским. Трамп протрамповский. Он избалованный эгоист с фашистскими диктаторскими замашками. Ему плевать на всех и на вся, кроме самого себя. Трампу по боку все, кроме Дональда Джона Трампа. Поэтому и в первое пришествие в овальный кабинет Трампа, и сейчас все здравые силы и среди республиканцев, и среди демократов стараются выстроить вокруг него загон какой-то, да, чтобы не вырвался и не натворил делов. Ну, делов типа 60-процентной пошлины на китайский импорт. Хотя, я думаю, он на самом деле не серьезный. Поэтому давайте представим себе, что будет означать введение вот такой 60-процентной пошлины, как грозит Трамп. Это будет моментальное удорожание всех китайских товаров на ремегериканском рынке. Это значит, что будет сразу очень сильное увеличение инфляции в США. Это значит, что это будет очень сильное падение реальных доходов американцев. И насколько это, в общем, будет, ну, как бы гаситься радостью от того, что производство вернулось в США, и твой сосед получил работу. Ну, знаете, это такая сложная история. Я, конечно, понимаю, что американцы большие патриоты, и, так сказать, я понимаю, что те, кто получит работу, будут радоваться. Но будет ли это достаточно крепким основанием для политической стабильности в США, не знаю. Поэтому думаю, что никакого 60-процентного размера пошлины не будет. Но некоторое увеличение пошлины будет. Тем более, что, в общем, Китай сейчас находится в слабой позиции. И под этим предлогом от него можно многого добиться. И, возможно, удастся его, так сказать, уговорить, мягко говоря, отказаться от претензий на Тайвань на очень долгое время. Что, конечно, будет расценено Трампом как великой победой его политического гения. Поэтому, я думаю, 60% не будет. Но вот некая угроза будет использована для того, чтобы заставить Китай уступать, уступать и еще раз уступать. Так что и в вопросе безрассудной экономической войны на истощение между Китаем и США, которая бы ослабила пекинского сюзерена и еще больше подтолкнула бы его в объятия Москвы, а заокеанского врага так вообще довела бы до Цугундера, и все это руками Трампушки, вот с этим планом тоже не все так однозначно. Ну, точнее, однозначно не. Не будет такого. Но это дела далекого будущего. Ну, типа, как далекого? Не очень далекого с точки зрения стратегического планирования, но, мягко говоря, не близкого с точки зрения диктатора, который вот прямо сейчас, в марте, должен идти на выборы. И можно миллион раз повторять себе, что выборы в России — это не выборы, и нарисуют сколько угодно, и все подтасуют, и все уже понятно. Есть определенная логика. В словах тех российских экспертов, которые утверждают, что все не так просто для диктаторов. Выборы — это всегда в кавычках в России. Ну, не всегда, но, по крайней мере, в последние 20 лет. Но это не значит, что эта процедура не имеет смысла. Очень даже наоборот. Она весьма значима для действующей власти, потому что чем примитивнее организация общества, а Путин примитивизирует российское общество, тем выше там роль того, что называется, символических актов. И вот выборы — это чисто символический акт, ритуал, даже, может быть, обряд, который очень важен для ощущения стабильности вот той системы, которую построил Путин. Как и советские выборы. Тоже всем было понятно, что на них победит нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Тем не менее, власть к этому относилась со звериной серьезностью. Клали асфальт, чинили канализацию и, в общем, беспокоились. Потому что обряд. Потому что обряд для этой власти важен. И, как и любой обряд, этот четко регламентирован и должен выполняться по четкому сценарию. Все слова, все движения в этом обряде, как и в любом другом, должны быть наполнены особым смыслом. А потому должны быть нерушимы и неизменны. А вот тут у Кремля вроде как возникло определенное расхождение с путинским евхологионом. То есть, священной книгой с описанием обряда. Хотя со стороны все выглядит не как расхождение, а как всего лишь версия. Обряды для существующих объективных условий. Война там, санкции, внимание мировой, да и родных российских элит. Надо соответствовать духу времени, идти на определенные ухищрения и телодвижения. Это для поднятия явки, для того, чтобы на Западе тоже не сказали, что не было без альтернативных выборов. Теперь Путин будет говорить тем полезным идиотам, которые готовы еще общаться с Россией. Да, они будут это ретроцессировать. Скажем, ну смотрите, ну там же он был Надеждин, он же против войны был, его не убили. А контекст того, что он-то хочет зафиксировать территории, их не отдавать, они это будут упускать. Они будут вот упускать. Но как инструментарий для Путина очень-очень хорошо. Ну да, вот речь именно о Надежде. И отсюда, из Украины, появление такого кандидата и рост его рейтинга, и все его там движения, его штаба, движения избиркома, комментарии Кремля, выглядят действительно так. Ну, как очередная продуманная неожиданность, типа, неожиданно замироточившие во время обряда иконы. Тем более, с нашей точки зрения, риторика антивоенного Надежды, она не сильно отличается в главном, от риторики военного Путина. Там какие-то референдумы, какие-то переговоры о границах, бред сивого козла, ну или пляшивого. Но это наша точка зрения. Нам за Надеждина не голосовать. А вот у российских экспертов на все происходящее иной взгляд. Надеждин оказался немножко сильнее, мужественнее и честнее, чем от него ожидалось. Я думаю, что сейчас-то ему, конечно, будет несравненно сложнее, потому что в Кремле перепугались. И те, кто, похохатывая, потирая ручки, думали, ну вот мы сейчас его пустим на арену. А во втором раунде, когда судья даст гонку, он ляжет на ринг, значит, наш судья поднимет руку нашему победителю. Он вдруг взял и отказался ловиться. Такое бывает. Собственно говоря, в России только так и бывают перемены. И поэтому, я думаю, что в Кремле спохватились. Кому-то уже наверняка дали по шапке, который думал, что ну вот выпустим там такого плюшевого Бориса Борисовича. Борис Борисович оказался не плюшевый, а мы не знаем, бронированный он или жестяной. Может быть, у него под плюшем там только жесть, а может быть, у него уже там наросла шкура, как у носорога. Вот сейчас мы это в ближайшие дни увидим. Но я думаю, что они его будут снимать с дистанции, потому что рисковать никак нельзя. Если Надежда наберет больше 5-7%, это будет скандал. Это ритуал будет вывернут наизнанку и представлен как бы в совершенно новом качестве. Такого допустить нельзя. То есть не будет великий и могучий, а будет как минимум представитель двух разных течений. Путин и антивоенное течение. Ну пусть у него будет 5-7%, но оно значимо. И вот наросла ли шкура у россиян? Россияне, которые поставили свои подписи за Надеждина, они какие? Они стальные или жестяные? Я понимаю, что при современном режиме в России уже просто пойти и поставить свою подпись, засветить публично, с указанием адреса и телефона свою гражданскую позицию, отличную от всеобщего одобрямса, это уже шаг. Не подвиг. Извините. В печку этот приятный пафос. Подвигом, поступком был выход москвичей в 91-м году. Когда вокруг был бетон советской власти, пусть и давший трещину в виде перестройка и гласност, но все же, тогда это был поступок. А поставить подписи за оппозиционного кандидата в больших городах – это шаг. Шаг по направлению к поступку и к подвигу. Кстати, во время сбора подписей за Надеждина были и поступки. Смелые, безрассудные, показательные и, мне кажется, очень важные. Проснулись города. Если вы посмотрите на сайте Бориса Надеждина географию собранных им подписей, в каком регионе, сколько, то вы увидите, что чем выше уровень урбанизации, тем выше поддержка Надеждина. Друг говоря, чем, скажем, ниже уровень урбанизации и, соответственно, уровень продвинутости, тем ниже, скажем так, эффективность его подписной кампании. Ну, минимум он собрал, буквально, вот, например, на чахотке он собрал семь подписей. Отобрал. Семь подписей. Без всяких точек, запятых. В Чечне он собрал 12 подписей. Потому что в Чечне это надо быть отчаянным, ушным человеком, чтобы подписаться своей фамилией, имя, имущество. Каменька, это лучше. Вы не понимаете. В Северной Алании 25 подписей. В Карачаево-Черкесии 31 подписи. В республике Алтай 39 подписей. А, значит, в Москве он там собрал несколько тысяч. Больше, чем надо, потому что по правилам не больше двух с половиной тысяч из региона. Так вот, Москва, Питер, Московская область, Ленинградская область, Алтайский край, Архангельская область, Владимир. Вот все эти старорусские городские регионы, они вдруг проснулись. И они вдруг решили поддержать надежду. Не все, конечно, опять же. Я говорю про относительный процесс. Почему эти семь подписей на Чукотке, эти 12 подписей в Чечне и прочие единицы приличных людей в регионах важны? Потому что когда-то умное и всемогущее существо, собравшееся стереть один грешный город с помощью высокоточной серы и огня, молвило, если я найду в городе С 50 праведников, то ради них я пощажу весь город. Тогда не получилось. Но то, что даже в Чечне наглухо затянутой ремнем Кадырова, причем прям по шее, нашлось 12 человек, говорит о том, что далеко не все потеряно. И там, где 12, будет и 120, будет и несколько тысяч. Они всегда возникают из ниоткуда. Эти тысячи и десятки тысяч несогласных. Десятки тысяч людей, способных стряхнуть с себя, наверное, самую страшную болезнь путинского общества. Болезнь, которая через определенную ремиссию 90-х годов прошлого столетия, и первые годы этого века снова развелась во всей своей убийственной силе. Имя этой ремиссии гражданская импотенция. Или, как более нежно и щадяще сформулировала Анталия Пелевина, синдром выученной беспомощности. Плюс, не знаю, какое-то все время абстрагирование и даже неспособность что ли собственные уроки, так сказать, исторические как-то использовать. это же большой ресурс вообще-то, если иметь способность анализировать свое прошлое и знать, чего не надо повторять. Вот почему-то у России с этим как-то совсем плохо. все это накладывается на принято называть это синдром выученной беспомощности. мне не совсем нравится этот термин, но в некотором смысле он такой отмазка на мой взгляд. У нас такая выученная беспомощность, извините, мы ничего не можем. У меня лапки, извините, у меня вымученная беспомощность. Да, да, да. Какой из меня спрос у меня выученный, совершенно верно. Но между тем, действительно, действительно, большая часть населения считает, что они ни на что не влияют и ничего изменить не смогут, не могут. Я это слышала вот даже вот, сейчас я уже не в России, а в России я с этим сталкивалась там, не знаю, в очередях в поликлинике, там, не знаю, в магазине постоянно вот это вот ну мы же не можем, мы ничего не можем. Вот по быту вот это настроение. И оно, естественно, транслирует и на все остальное. Не способность сменить эту кошмарную власть преступную и так далее. И вот самое время, ребята, от этого синдрома избавляться. Потому что, понимая, что народ обездвижен синдромом беспомощности, Путин будет играть жизни мерсиан бесконечно долго, загоняя их глубже и глубже на дно, экономическое дно. Именно россиян, вот тех вот самых простых россиян, которые, мы маленькие люди, тех самых россиян, которые, ну что мы можем сделать, потому что вот те, которые вокруг Путина, не все, но многие, уже встроились в путинскую авантюру под названием война, уже стали частью системы, которой выгодна эта бесконечная война. Не они, не их дети, не их родственники не станут жертвами этой войны. Наоборот, для них, чем больше танков, снарядов, ракет будет произведено, тем больше транзитом через оборонзаказы у них появятся виллы в Дубаях или в других экзотических местах, особенно откуда, как в свое время с Дона. Выдачи нет. И при получении определенных взаимных гарантий, там, правительство Китая, например, они вместе со своими родственниками смогут стать инвесторами в острова, на юге Китая. Ну а почему нет? А вот ничего не решающие россияне окажутся в самой гуще адского супа, который варит Путин. А Украина со своей стороны сделает все, чтобы этот суп стал еще наваристей, не только ради себя, но и ради своих союзников, постепенно осознающих угрозу с Востока. Когда в стране запускается ВПК, когда в стране появляются олигархи, которые тоже зарабатывают на войне, на военных подрядах и так далее, появляется инфраструктура поддержки войны. Потому что им это интересно, поскольку и деньги есть, понятно, чем вот если непонятное будущее на Западе, то понятное вот тут. Будем воевать, а там дальше посмотрим, что получится. Поэтому высока вероятность именно такого сценария, который, конечно же, может решить, как ни странно, только Украина в данном случае. это перенести войну на территорию Российской Федерации. В принципе, сейчас это уже частично происходит. То есть очевидно, очевидно, что слабым звеном Российской Федерации, как военной машины, так и их экономики, является нефтегазовая отрасль. Поскольку единственными портами тогда остается это, ну, Каспийское море, это на Иран. А, кстати, еще вопрос, если будет у Украины дальнобойное оружение собственного производства, то может и до Астрахани достать, если сильно постараться. Остается Дальний Восток. Но Дальний Восток проблема в чем? Неразвитая инфраструктура. То есть попробуй довези туда, попробуй там разгрузи и так далее. А что такое Россия, которая постоянно чинит после постоянных прилетов по ключевым предприятиям нефтегазового комплекса ценные и высокотехнологичные установки по переработке нефти? Это же не только Россия, которая не может напасть на НАТО, которая может ограниченно воевать в Украине. Это еще и Россия, которая не может поддерживать уровень выплат солдатам и семьям погибших. не может поддерживать высокий уровень зарплат в ВПК, которая начинает заставлять работать на военных предприятиях за копейки. С одной стороны, типа, взывая к патриотизму, а с другой угрожая мобилизацией. Да, в то время, как смотри, Вань, на военных заводах бронь. Ну и, конечно, жонглируя абсолютными усредненными цифрами доходов по палате дурдома. Мол, смотри, рабочий Уралвагонзавода, у тебя рублей стало больше, иди, делай танки. Стыдливо умалчивая при этом, что купить на эти рубли можно намного меньше, потому что инфляция, потому что печатный станок работает вовсю. И не стоит думать, что вот как-то оно все разрулится, как-то оно будет. Если не стряхнуть с себя это ощущение выученной беспомощности в общении с путинской властью, будет откровенно худо. Смотрите, в условиях временных качелей в США на помощь Украине и против России поднимается Европа со всеми своими экономическими, промышленными и прочими потенциалами и научными. Да и сама Украина не собирается останавливаться, складывая лапки, и тем более не собирается сдаваться. Смотрите, мы уже вошли в такой клинч, что все, тут или-или, тут по-другому не получится. Почему? Потому что россияне не только с точки зрения экзистенциональной, что Украина просто опасна существованию Украины, как пример, для России, для народов России, в том числе, потому что эта страна освободитель является, но и то, что с 1945 года, извините меня, россиян никто не бомбил. А уничтожение инфраструктуры, они никогда об этом не забывают, и они будут всегда считать это источником опасности. И поэтому наша задача концентрация ресурса, производство собственных вооружений, это обязательно, потому что Запад не даст нам, скорее всего, оружие для ударов по территории Российской Федерации, потому что это ядерное государство, но поэтому национальная идея украинцев должно быть. Свой ВПК, свои ракеты, гонка вооружений, которые обгоняет россиян, все, на этом весь ресурс должен быть кинут только туда. Конечно, мы пройдем этот путь не сразу. Конечно, он будет долгим, потому что он будет без диктаторского щучьего веления и моего хотения, когда сказал диктатор «зашибись», и оно все зашиблось. В основном на бумаге и криво, но процесс пошел тут и сразу. Мы пройдем этот путь модернизации и развития оборонных комплексов через дискуссии, через поиск непростых решений, обязательный для демократических стран. Но и Украина, и наши западные союзники, мы пройдем этот путь. Путь усиления. Путь адекватного ответа на неадекватные притязания из Кремля. Потому что у нас нет другого выхода. Нас вынуждает к этому не мифическая злобность Запада или алчное желание отобрать у жителей верхних и нижних волчков их природное богатство, которым на самом деле они не имеют никакого отношения, потому что их украл Путин и его подельники. Нет, нас толкает идти по этому пути, пути создания оборонных возможностей, агрессивность и дремучесть путинского правления, правления за ОРФ. Агрессивность и неадекватность злобного карлика в лав-лапу, захватившего богатую большую страну. Захватившего и ведущего ее на войну против всего мира. Что бы там он ни блеял на предвыборных встречах. Если его остановим мы, скорее всего Россия в нынешнем состоянии перестанет существовать. Если его остановят сами россияне, на выборах, на улицах у России возможно еще останется шанс. До встречи, друзья. В Вьетнаме есть о чем поговорить.